Всем привет! Вы на канале Мой Малыш. И сегодня я расскажу вам о таком заболевании, как ретинопатии недоношенных, которое коснулось нас. У нас был поставлен такой диагноз 2 месяца от рождения. Заболевание было агрессивной формой и со второй стадии у нас за неделю развилась третья. Нас решили прооперировать прямо в перинатальном центре. Операция проводилась под общим наркозом. Ребеночек, правда, очень тяжело отходил. Был целую ночь в реанимации, были остановки в дыхании, он был весь красный, были судороги, температура была высокая. Но все это мы пережили. Сейчас у нас 8 месяцев нас проверяли зрение плюс 4, но для этого возраста сказали норма. Конечно, стопроцентные остроты зрения нам не обещали, но все же глазки нам спасли. Малыш хорошо смотрит, видит, играет. То есть пока все хорошо. На таком аппарате у нас проверяли глазки каждую неделю. Ребеночка забирали и минут по 15-20 смотрели каждый глазик. Он кричал, плакал. Глазки закрывали, чтобы на них не попадал свет. И кислород в кювезике, он был очень у нас долго, больше месяца. И из-за этого болезнь как бы прогрессировала. Вот это на следующий день после операции. У нас были синячки под глазами. 10 дней после операции нам кололи дексаметазон в височную часть. Вот здесь будет видно. Вот здесь у нас все синее. Но все это мы пережили. Сейчас у нас следующий осмотр будет в один год. Надеемся, конечно, на лучшее. Такое коварное заболевание, конечно, не пускайте на самотек, кто с ним столкнулся. 70% недоношенных детей страдает этим заболеванием. И очень много деток слепнет. Поэтому нам, конечно, еще повезло, что нас прооперировали в перинатальном. Такие операции очень дорогие. Ну вот и все, что я хотела рассказать. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Многого интересного еще расскажу. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok